Здравствуйте, дамы и господа! Это канал Георгенко, и я его ведущий Георгий, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Джексмитс. Джексмитс это игра про кузнеца, который спас принцессу злоб злобную дракону, и сегодня продолжает сражаться с различными монастерами из преисподней, так сказать. Мы всё же думаем, что будет после вот этого разрушенного замка, в которой в локации мы находимся в разрушенном замке, и хочется узнать, что же будут за враги следующие. Но игру мы уже в целом такие прошли полностью, практически. Да, и так что вы можете вполне, вполне можете, дамы и господа, предложить какую-нибудь игру для прохождения. Ну, желательно, конечно, примерно похоже на игру такого же жанра. То есть, вполне можете предложить игру, я её посмотрю, если игра подойдёт, то вполне-вполне, можем эту игру пройти, почему бы и нет. Итак, булава на заказе у нас. Булава у нас будет ментально-электрическая, или же... Ментально-электрическая. Электрическая булава. Из кристалла. Пусть это будет кристалл. Пусть мы купим кристалл. И разогреваем. Ну, понимаем, что разогреваем. Пекло мы разогреваем. Да, сейчас эту мою игру очень, ну, почти прошли всю. Да. Мы эту игру прошли, поэтому... Ну, прошли-прошли, в общем-то. Что тут сказать? Ну, поиграть всё-таки пару серий можно. Хотя, всё-таки, высасывать все соки из игры, наверное, не стоит прям до капельки высасывать всё, что можем из игры. Это, наверное, не стоило было это делать, потому что это будет ни вам, ни мне неинтересно. Поэтому очень скоро мы, наверное, закончим серии по этой игре. Хотя, кто знает, может быть, в этой игре будут и новые враги, что-нибудь такое интересное появится, что нас может заинтересовать. То есть, если такое что-то будет похоже, то почему бы и не... Ээээ, Тугадум. Тугадум задумался. То есть, я думал, что же брать-то, что же брать. Всё сопоставлял, сопоставлял и подумал, что лучше развивать вон тот круглый щит. Потому что у нас он неразвитый. Пика. Пика-пика-пика. Пика. Пику создаём. Пику мы создаём стандартную. И золотишко-кристального. И золотишко-кристального. Вот такое вот золотишко мы создадим. Не простое, а кристальное. С крапингами кристаллов. Булава. Далее. Так, кривенько всё получается. Убавляю. Ой, что я делаю? Ой, 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 ой. Двигаю шип, который я уже установил. Секира. Рукояточка. Ну, не рукояточка, а древко. Ручка. Колпачок. И мы создали почти прекрасное оружие. У нас радуется человек нашей новой булавен. Продолжаем сборку. Теперь секира у нас на очередь. Но прежде мы сливаем щит. Сливаем, 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 сливаем. И слили мы. Так, секира. Из чего будем секиру делать? Из вот этого всего. Эту секиру из кристалла. Кристалл больше расходовать не будем. На пику мы уж потратим следующую золото. Экономить надо все-таки. А то разоримся. Мы на наших ресурсах. Кстати, я видел, что... Ну, это не уверен точно, что как будто бы есть игра Jackson Miss 2 и Jackson Miss 3. Ну, я посмотрел, они, по-моему, одинаковые. Но я это еще проверю потом. Если есть игра Jackson Miss 2, действительно, настоящая, другая игра, а не точно такая же. Ну, я имею в виду в том смысле. С таким же сюжетом, просто-напросто копия игры от другой студии. То мы, конечно же, ее постараемся пройти. Но если нет, то нет. Будем искать тогда другую, новую игру. Стопроцентное создание пики. Прекрасно, приятно и интересно. Пика золотая. Стандартная золотая пика из золота. Золото засыпаем. Оно у нас бесконечное практически. Стандартное оружие. Стандартное оружие. Нет, никаких дополнительных вещей мы вставлять не будем. Этот щит по той простой причине, что у нас и так... Все будут у нас очень даже сильны. По той простой причине, что у нас все кроме одного, насколько я помню. Из-за кристалла. Кристалл это крайне эффективный материал для создания вещей. Грейт. Ну, не идеальный. Поставил. Хотя я не понимаю, как форма гербов может повлиять на качество щита. Вообще, абсолютно, я не понимаю. Но, видать, игре это важнее и понятнее. Ну, не будем на это обращать внимание. Грейт поставили нам оценку. За ковку. Теперь ставим древко. Ручка одна. Вторая древко. Ручка другая. Перфект. Поставили. Еще последняя древко. Третья. И последняя ручка. Клопачок, который, конечно же, не удовлетворяет размерам копья. Но, что поделаешь. Кстати, вот такое изогнутое копье может даже быть и эффективнее. По той простой причине, что его удобнее держать. Оно как раз таки изогнутое в сторону, которую человек держит. Это копье и будет даже это эффективнее. Да, мы все делаем правильно. Еще одну ручку. То есть, древочка. Древесинку положили мы. Теперь мы ставим еще древко. Прекрасно, прекрасно. Еще одна ручка. Еще одна древесинка. Еще один колпачочек. Я, кстати, сегодня хотел снять игру Darkwood. Но потом из-за... Там надо было настраивать громкость. Ну, в общем, замучился и отложил. Решил записать игру потом Oxygen Not Incluted. Но я там так долго мучился с записью, что там полтора часа, по-моему, мучился. И постоянно лаги какие-то были. Непонятно почему. Процессор не загружен, но при этом лаги все равно идут. То есть, очень долго мучился. И решил это время отложить. Хотя, по-моему, я уже от лагов-то избавился. Но решил уж не снимать. Потому что я не был уверен на 100%, что... Игры... Игру я смогу снять. И так могло быть, в принципе, целых три серии. По игре Oxygen Not Incluted. И еще одна по игре Darkwood. Но, к сожалению, не получилось. Снять. Увы, жалко на самом деле. Неприятно. Но что поделать. Надеюсь, дальше у нас удастся будет все снять. Вот так вот. 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 Так, продолжаем. Камушек. Электричество. Выскоряющую бомбу. Кидаем мы на своих солдат. Вот солдатики наши радуются. Оружию нашему новому, прекрасному, идеальному. Последним врагом нашим будет дракон. Он будет злым и беспощадным. Вот такая вот курица. Теперь останавливающий шар. Используем на врага. Использовали. Враг ничего не может сделать. А по нему просто-напросто наносится удар. И он не смог вообще ничего нам противопоставить. То есть можно было бы даже вполне, я думаю, использовать лишь целых два золотых оружия. А не одно. То есть и сэкономил бы оружие. И это на битву почти никак не повлияло бы. Но я испугался, что... Ну, испугался, в общем. Испугался я, что проиграл. Поэтому сделал много кристаллического оружия. Хотя вот видите... Хотя вот это очень сильный враг, обращайте внимание. Но мы подлечили своих солдат. И почти все у нас на середине здоровья или выше. Какой-то Экви не успел прочитать. Следующий враг. Уничтожаем следующего нашего врага. Но всё равно, как вы видите, бой идёт крайне-крайне эффективно. И даже дракон ничего не может нам противопоставить. Он не такой сильный, как он выглядит для нас. То есть стандартный штормовой дракон. Хотя вот этот у нас солдат вот этот вот дезертирует. Но даже если бы он дезертировал, это ни на что бы не повлияло. Пираетнее всего этот солдат как раз-таки с золотой пикой. Ну, в общем, с золотым оружием. Но говорить на 100% я не могу. Может быть, что-то и другое там виновно в данной ситуации. Мы, монастер-слейер, следующее задание. Принимаемся за Castle Ruins. Руины замка. Так, ну, хотелось бы в этой серии пройти на следующую локацию. Согласитесь, было бы интересно. Вообще говоря, если смотреть по открытым видам, ну, модификаторам оружия, то мы прошли лишь где-то половинку игры, не больше того. Но при этом... Но при этом что есть? О, сколько оружия можем создать. Кристалл, кристалл, кристалл. Ну, можно как-нибудь создать, но не сегодня. Вот, а потом как-нибудь создадим оружие. Щит. Щит, щит, щит. Щит создаем. Прежде покупаем руду, качественную и полезную. Руда против ментальных врагов. Вполне оправданное применение руды против ментальных врагов. На имя руды кристаллической, которая крайне-крайне будет эффективна как раз-таки против наших вот врагов. Еще один щит. То же самое. Кристалл, кристалл. Засыпаем. Потом можно будет два золотых оружия сделать, потому что у нас будет эта группа крайне эффективной против данных врагов. Как всегда, мне интересно, что бы было, если бы я случайно или не случайно, или специально, ну, в общем, условно говоря, отдал бы свою армию на съедение врагов. То есть проиграл бы в бою, допустим. То есть специально бы дал своим солдатам ужасное оружие из бронзы, допустим. Ну, они бы, конечно же, погибли все. Ну, бежали с поля боя, не погибли все-таки. Вот что интересно было бы, мне интересно. Что бы произошло? Да, интересно действительно было бы, что произошло бы в данной ситуации. И что было бы, если бы я несколько раз так подряд сделал. Ну, вроде мы однажды проигрывали. Не всем, конечно, но последнему врагу точно проигрывали. Секира на очереди. Секира против ментальных врагов. Ну что ж, последний кристалл и все. Довольно. Пора экономить. Политика жесткой экономии. Сэкономим на всем, что можем. Сэкономили по советам МВФ. И все у нас налаживается ситуацией. Мы раскрыли, видели новое свойство нашего оружия. Пика. Еще запрос на меч. Меч против воды. Создаем мы из золота. Доделываем вот эту. Что-то там я уже не помню что. Пика, насколько я помню. Может и не Пика, но впрочем, помните, это мне не важно. По той простой причине, что от этого ничего не изменится. Мне главное собирать. Да, это Пика. И собираем ее. Так, 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 так. По три удара надо на каждую... На каждый зубчик. Этого трезубца. Угу. Пика еще одна. Пика такая же, водяная. Собираем ее из золота. Все-таки экономить надо. Ням. Да, сливаем это кипящее железо. Прекрасно. Армия наша все сильнее и сильнее. Становится с каждым разом. Собираем теперь эту пику. Мне прям предвкушаю. Что же будет у нас в следующей локации? Я все думаю, додумаю. Никак не могу додуматься. Что же будет в следующей у нас локации? Отлично. Собрали. Собрали, собрали, собрали. Собрали. Собрали, собрали. И все у нас теперь прекрасно. Теперь собираем вот эту секиру. Надеюсь, соберем ее идеально. Но гарантировать я вам ничего не могу. Как всегда. Собираем стандартную ручку. Собираю стандартную. Колпачок. Ставим колпачок. Ставим древко нормально. И все стало хорошо. Финиш. Радуется козлик тому факту, что мы собрали хорошее оружие. И теперь он сможет эффективно сражаться. А будет ли расстраиваться он интересный, если я ему плохое оружие дам? Вот это интересно, действительно. Так, 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 так. Вот и great. Понравилась сборка очень сильная. Это я проверил, нет ли у нас какого-то еще готовящегося в печи руды. Разогревающийся. Проверил. Ну и вроде ничего нет такого страшного. Да. Продолжаем сборку. Уже в размеренном темпе. Ничего такого принципиального для нас это не сделает. Да, вот грустно, конечно, что не удалось. Целых 4 серии вышло. Я вот как видели, наверное, вы. Снимаю игру шелтер. В родной шелтер это игра, да впрочем, как и любая другая игра, на любитель. То есть не каждому подойдет. Но эта игра особенно не подходит далеко-далеко не каждому. То есть... То есть, ну, она такая себе. То есть на любителя, одним словом. Графики в ней, условно говоря, практически нет. То есть надо больше в этой игре думать. То есть представлять и воображать, что же в этой игре происходит. А не смотреть на график. То есть... Не такая игра, как большинство других игр. Интересно, какой у нее онлайн. Кстати, если вы не смотрели... Стерию, ну, которая называется, философские рассуждения. Или как-то так. Где я играл в игру Rocket League. То обязательно посмотрите. Потому что там я загадывал, а сколько же будет онлайн у игры... У игры. У игры Don't Starve. Да, Don't Starve говорил в игре... В игре Rocket League об игре Don't Starve. В общем, говорил, говорил. Ну и задался я такие вопросы. А сколько же в игре будет онлайн? И так я предположил, что онлайн... Нет, я ничего не предполагал. Но просто сказал... Говорил про тысячу онлайн. Ну, если вы посмотрите, вы поймете, о чем я говорил. То есть, сейчас пересказывать то, что я говорил вам, это... Ну, точнее, что я там говорил, ну, смысла никакого не имеет. Времени у нас не так уж и много. То есть, если я буду говорить так много в этой серии, то... Ну, плохо будет. Просто выбросим время. То есть, те, кто смотрел, им будет неинтересно. Что же я тут постоянно повторяю одну и ту же мысль. Так, в общем, вы представляете, в игре Don't Starve, насколько я помню онлайн... 8 тысяч, представляете? А я думал, меньше будет, честно говоря. Хотя, опять-таки, возможно, я ориентировался на цифру тысячи. Ну, я... Ну, конечно, кто это не смотрел, будет непонятно. И мои мысли, что я тут имею в виду, говорю. Но, в общем, поэтому обязательно посмотрите эту серию. Конечно, там в самом начале... Нет философских рассуждений, о которых я говорил в названии видео. Но потом они будут. Смотри, Нимбуру какой-то. Новый враг. Вот этот интересный, красивенький враг. Ну, так вот, и еще, что я хотел сказать. Так, это то, что... Что, 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 что? А что я хотел сказать-то? О, какой дракон. Другой дракон. Мы его поставим на... Из тех орудий стреляем по врагу. Кстати, смотрите. То есть, два... Золотых оружия. Это... Максимум, которым мы можем себе позволить. Если будет больше, то мы просто-напросто проиграем. Проиграем. И ничем хорошим это не закончится. Ну, что ж, дамы и господа. Я думаю... Я думаю, все-таки мы закончим на этом нашу серию. Она будет очень короткой, но следующую серию я постараюсь сделать подлиннее. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.